Вечер профессионалов бокса от Shama Boxing Promotions. Дерись и побеждай. Продолжается следующий поединок. Полусредний вес. Шесть раундов. Рефери в ринге Элбек Циренов. Боковые судьи Алексей Козлов, Юрий Копцев и Александр Калинкин. Встречаем участников. В синий угол ринга боксеры Стамбовской области Никита Пеляев. Друзья, стремительно продолжается вечер бокса в Москве. Прямая трансляция на телеканале Бокс ТВ. Никита Пеляев. Уражный боксер уже в ринге. Ветеран 13 поединков. У него целая одна победа. Красный угол ринга. Боксер из Узбекистана. Музафар Расулов. Музафар Расулов из Узбекистана. Его последовательный список получает 2 победы, 2 поражения. 26 футов Музафару. Метер 75. И, кстати говоря, Музафара это второй поединок в карьере. В марте 2004. Второй поединок в этом году в Корее. Прошу прощения. Вообще-то у него пятый бой. В марте этого года он победил большинство английских голосов. Очень стойкого и несколько невезучего Гирина Софанку, которого мы сегодня увидим. Представляем участников 6-ти раундового боя в полусреднем весе. Синий угол ринга. Боксеру 23 года. Рост 185 сантиметров. Вес 68 килограммов 800 граммов. Проводит свой 14-й профессиональный бой. Из Тамбовской области. Никита Пеляев. Красный угол ринга. Боксеру 23 года. Рост 175 сантиметров. Вес 67 килограммов 100 граммов. Проводит пятый профессиональный поединок. Мастер спорта международного класса. Полуфиналист чемпионата мира в олимпийском боксе из Узбекистана. Музафар Расулов. Рефери в ринге Юрий Копцев. Первый раунд. Итак, первый раунд. Музафар Расулов. Как справедливо заметил ринг-анонсер. Полуфиналист чемпионата мира в олимпийском боксе. Серьезная техническая база у Музафара Расула. Ну вот мы видели его поединок, кстати, с Гирином Софанку. Там Музафару пришлось непросто, но тем не менее он одержал победу. Ну и проигрывал, кстати, достаточно таким ребятам очень серьезным. Акмалхону, Джамалхонову и, конечно же, Тиму Кирефову. Причем проиграл по очкам два раза. То есть поражение у него только от серьезных проспектов. Ну а Никита Беляев, в общем-то, боксер, который выступает с 2017 года и достаточно загружен. Достаточно плотный график у этого спортсмена. Успел провести 13 поединков. У него одна победа, причем нокаутом, и 12 поражений. 11 из них досрочных. Поэтому я не исключаю, что этот бой может так же не пройти дистанцию. Тем более у нас такая тенденция сегодня на вечерах. Шама боксинг, Шамира Петросяна. Много досрочных окончаний выйдет. У них, кстати, общий соперник Тимур Кирефов тоже проиграл Беляев. Но, по-моему, Кимур он проиграл досрочно. Да, во втором раунде. И уже считают, уже считают Никите Беляеву. Там опустился на колено Никита. Не то, чтобы совсем... Не то, чтобы совсем уж был в нокдауне, но на колено опустился и... Что, отказ? Да, отказ от продолжения поединка, дорогие друзья. С другой стороны угла Никиты Беляева. У меня ощущение, что Расунов даже так не успел разогреться. Да, мне кажется, Расунов даже немножко расстроился, что... Мощно готовились. Вот результат. Да, Гузбекистан берет только. Что, друзья, вот так? Бывает. Кстати, вполне возможно, что там может быть какая-то застарелая травма. Может быть и травма, да. Потому что у нас уже... У нас уже был случай на этом турнире, когда боксер отказался от положения поединка из-за травмы локтя. Да, всякое бывает. Может быть, вот здесь что-то с ногой случилось. В любом случае, мы Никите желаем скорейшего восстановления. Ну и поздравляем победителя, ждем официального объявления. Рефери Юрий Копция постановил поединок через одну минуту двадцать одну секунду первого раунда ввиду отказа синего угла от продолжения боя. Победу техническим нокаутом одержал Музафар Расула в красный угол, Узбекистан. Пред Bombay 포ки Ohio Совета Расулаimon чтобы получить новый роман только в сniaш arrженный запарский сон, не Canyon Узбекистан Туда Доброе – прощ на пассажере Алth Елена готов kaa Субтитры сделал DimaTorzok